Ребята, всем привет! Мы снова отправляемся в Гост Вотчерз, в приватную игру на высоком уровне сложности, потому что нам нужны деньги. Давайте попробуем заброшенный дом, почему нет? Естественно с эктоплазмой и естественно с пентаграммой, которые добавляют приличное количество денежков и опыта. Опыт нам нужен, чтобы нам открыть новых призраков, потому что у меня вот этих самых новых Бабадука и Крампуса пока нет, они еще не положены мне по рангу. Поэтому потихонечку фармим как деньги, так и экспу. Напоминаю, уровень сложности у нас высокий, проклятую игрушку, дома сосвечився, двери, снять рисунок в блокноте на видео. Зачем снимать на видео рисунок? Высокий уровень сложности, это значит, что атака может начаться в самый непредсказуемый момент, поэтому нам нужно как можно быстрее найти призрака, понять кто это. У меня есть браслет от утаскивания, но, к сожалению, он не гарантирует того, что... Так, мне вся дверь надо открывать, давайте вся дверь открывать. Так, нога, хорошо. Он не гарантирует, что меня не убьют вот в самое ближайшее время. Так что, сами понимаете, череп вижу. Так, мы его заберем. Если счетчик частиц нам выдаст призрака. Сто пятьсот. Хорошо. Минус 07 было и... НП3, я так подозреваю. Черепушку мы забираем. Минус 07 я там вроде видела. Это, скорее всего, 5 минус 5. И МП3. Соответственно, если я все увидела правильно... Так, пентаграмма у нас... Да-да-да. Чего? Ну, тройку, тройку я видела. Вот здесь и лежит. Так, здесь сразу что-нибудь еще. Вроде нет из проклятых предметов. Пойдемте тогда на оружие. Напоминаю, что на высоком уровне сложности закрывается дверь, поэтому выбежать не получится. Полтор у нас получается. Получается так. А защищает у нас от полтора... Цветая вода. Ладно. Ладно, допустим. Какой меня сейчас утащили. Это сейчас вот этот гудеж был, потому что призрак хотел меня забрать, но не смог, потому что у меня защищающий браслет. Вон, видите, золотой. Он злится. Так, радиоприемник. Рычание. Чем мы тогда займемся? На что реагирует эктоплазма? На ультрафиолет. Это великолепно. Ай. Пойдемте искать... Заодно предметы. Проклятые. Может быть тут эктоплазма? Нет. А мне всегда так нравилось, когда она была там. Так, розочка. Угу. Скидывай. О, тут пусть лежит. Так, так, так. Свечки. Мне, по-моему, зажечь все свечи в доме еще надо, да? И открыть все двери. Так, есть эктоплазма. Маска. Тогда смотри, что. Сейчас идем забираем... Ой. Сейчас идем забираем эктоплазму. Значит, мне нужна круглая штука. Нужен всасыватель. В целом это все. Ну, я вроде успеваю. Штуку забрала. Хоть она уже и сработала, но... Во избежание. Готово. И это мне больше не нужно. Так. Двери, да, открывать? Мне надо что-то еще взять в руку, потому что сейчас все будет нападение. Золотая бомба. Если будет нападение, я имею шанс что-нибудь... Так. Из угла в угол. Скам. Средний. Кукловуду пока не взаимодействует. Блокнот. Человек. Его надо заснять на видео. Зачем-то. Да. Так, это я сейчас... Ага. Вот тут лежи. Так. Отогнали. И розочку. Ага. С куклой вроде ничего не происходит, как мне кажется. Так, что мне тут пишут? Ага. 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 Так и написала в ответ. Куклу не теребит, не взаимодействует. Агрессивный средний полтергейст. Ну, похоже, что он агрессивный в целом-то. Некая агрессия присутствует. Я думаю, что я все правильно узнала. Отлично. У меня значится... Задание следующее. Соль. Вот это, да? Соль. Соль. Я, собственно, сейчас иду наверх. Взять камеру. Нашел. Он нашел. Долго бежал. Классно. Так, игрушку я притащила. А что у меня с дверями? Не все двери открыты? Все свечи. Что после соли? Магическая книга. Привет, тули. Красотуля. Так. Я не знаю, сработала бы книга. Так, он дрогнул эктоплазму. Поэтому я на всякий случай кинула бочечку. О, бочечку-бомбочку. Факел еще. Давай, факел. Открыть все двери в доме. Я вот на пути к этому. Так, всасыватель. Вот эта штука. Штуку ставлю. И погнали. Я все еще не разобралась, если честно, как работает эта книга. По идее, она должна была, как бы, меня спасти. Но, как бы, он на меня уже напал. И мне проще было бы защититься. Так, и последняя эктоплазма в ванной. Упс, не волосы. Я, наверное, пойду что-нибудь еще возьму. Синюю соль, например. Не хочу без защиты оставаться. Он агрессивничает. Ну, эктоплазму гораздо стало проще собирать. Я не знаю, может, потому что я сейчас на высоком играю, а не на безумце. Ну, ощущение вот такое. А, блин, я штуку вздропнул. Глупо было, но ладно, ничего страшного. В принципе, она мне больше и не нужна. Так. Открыть все двери, да, кажется, у нас теперь задание. Да что ты будешь делать? Слишком много агрессии в мой адрес. Я вот эту открою. Это все двери будет? Нет, не все. Снеговики, конечно, тут в джунглях. Выглядят немножко инородно. Хотя бы гирлянды каким-нибудь повесили. Так, я не все двери открыла, правильно понимаю? Насчет свечей. Мне очень нравится задание со всеми свечами. Принести в дом куклу. Ну, давай купим что-нибудь, что у нас тут самое дешевое есть. Да ну, хватит. Цветая вода. Соль вот тридцатку стоит. И факел стоит тридцатку. А мне, по-моему, не соль нужна. Мне нужна синяя соль. Синяя соль. Полтос сразу. Давай вот так. Мне еще нужно найти два предмета. Если я ничего не путаю. Все двери в доме открыть. Так что надоел. А, я вот эти еще, по-моему, не открывала. Открывала. Да, вообще странно. Так, это зеркало. Какие-то двери я еще не открыла. Извините. Так, нашла часы. И мне еще нужен ловец снов. И где ты... Где я дверь? В подвал? В подвал открыто. А, вот ловец. Так, предметы все найдены. Мне только с дверями непорядок. Так, у меня факел, да, если вдруг что? Я не знаю, какую дверь я не открыла. А! Вот эту? Все из-за нее? Ну, это должна быть последняя. Тут больше нет дверей. И... Да. Отлично. Камера нам больше не нужна. Собственно, нам осталось... Я не знаю, есть ли смысл зажигать все свечи. За 50 баксов. Я думаю, особо нет. Давайте возьмем... Что там происходит? Ну, давайте соль возьмем, раз уж купили. Давайте возьмем... Кинжал, естественно. И вот эту штуку на всякий случай. Собственно, пойдемте выполнять ритуал. Так, ты что здесь? Что, я не попала, что ли? А почему не сработало? Я не выполнила принести в дом куклу. Ой, я такая бестолковая. Я потратила кинжал просто так. Ладно, он хотя бы стоит дешево. Теперь у меня два кинжала будет. Воткнуто. Штука зачем сработала? Так, ловец. Хорошо. Страдай, страдай. Как тебе надо. Так, это часики. Кто? Маска. Хорошо. Цветочек. Думала, не успею. Ну и череп мы знаем куда. Что, все, дружочек-пирожочек? Давайте, кстати, посмотрим. Вот он здесь заперт. То, что он здесь заперт. Это значит, что мы теперь можем ходить по дому и вообще чувствовать себя вольготно. Как вы считаете? Я сейчас куплю себе факел. Попробую пойти позажигать свечки. Не знаю, насколько меня хватит, но... По крайней мере... Никто в комментариях не напишет, что я не попробовала. А больше всего на свете я боюсь, когда мне в комментариях пишут, что ты не попробовала. Так. В подвале наверняка есть свечки. Без этого жизнь была бы неполной. Нет? Ну, значит, жизнь бывает неполной от чего-то еще. Так, ты постой, ладно, да? Никуда не уходи. У меня тут просто важные дела. Свечки, знаешь? 50 долларов дают. Вот. Вот, но ты не уходи. Ты уйдешь, ищи тебя потом. Так. С факелом какое преимущество ходить, что ты иногда свечки поджигаешь даже те, которые не видишь, потому что ты просто к ним тупо подходишь вплотную, и они зажигаются, в отличие от зажигалки, которая не работает подобным образом. Так, тут чего? Тут ничего. У нас осталась одна комната, что ли? Да, есть тут свечка. Красиво. Я просто пыталась делать такое же задание в доме в этом зимнем, и что-то у меня настигла неудача. А ты? Давай сюда. Все. Призрак пойман. Почти 2000 монет, 1500 экспы, левел ап и уровень 15. В общем-то, мы идем к уровню 20. На высоком уровне сложности можно и нужно фармить деньги и опыт. Эктоплазму собирать стало гораздо проще, и, собственно, усложнение с пентаграммой тоже не выглядит сложным, но, возможно, стоит поиграть на безумца, чтобы, так сказать, оценить, чтобы сойти с ума и оценить всю сложность этого дополнения. Не знаю, может быть, может быть риском. Не хочется терять деньги, конечно, на этой игре, но попробовать тоже безумца хочется. Спасибо всем, кто смотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на наш Лерсов сегодня под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.